Так, Саш, ни минуты не теряя, отправляемся к гостю, потому что тема, ну, прям, совсем необычная. Ну, а потому что мы будем говорить о таком, но мы сейчас все узнаем сами. Да, так смотри, значит, история следующая. Мы с тобой, конечно же, люди воспитанные и правильные. И мы за своей речью... Я надеюсь. Да, мы за своей речью даже следить не должны, потому что, ну, мы и так все правильно и аккуратно говорим. Но вот другие иногда себе всякое позволяют. Специально для этого существует определенного рода акция. О ней подробнее поговорим с нашими гостями. Доброе утро. В гостях у нас сегодня Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма», общественный деятель, юрист и кожевников Артем, волонтер проекта фонда «Доброволец и юридического движения «Веселый партизан». Ну вот, доброе утро. Доброе утро. С этого и начнем. Название интересное. Рассказывайте, пожалуйста, что это за движение такое, как оно работает. Ну, я начну, наверное, да. Наш фонд, он занимается защитой культурно-исторического наследия, информационной безопасностью. Это, кстати, тема моей диссертации в аспирантуре, поэтому я так углубленно занялась этой работой, такой научно-исследовательской, которая, в общем-то, переходит в какое-то практическое русло. У нас вот несколько проектов, да, в том числе «За чистый Крым». Мы занимаемся уборкой территории, там, приведением в порядок набережных. У нас волонтерское движение как раз помогает обеспечить достаточный уровень сервиса туристического для города Алушта. Это мой родной город. «Веселый партизан» — это такое движение добровольцев, юристов, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, даже так. Я сама закончила университет прокуратуры московский, и в целом у нас есть хорошие контакты с различными юридическими клиниками. В целом «Веселый партизан» занимается вопросами, связанными с информационной безопасностью. Вот мы с ребятами делали несколько таких вот расшифровок, записей телевизионных передач. Почему «Веселый партизан»? Дело в том, что через меховую культуру, когда высмеиваются наши исторические ценности, идет такое надругательство над нашими героями Великой Отечественной войны. Известны даже некоторые случаи, когда высмеивался герой Великой Отечественной войны Карбышев, генерал, который стойко держался в плену. Высмеивался маршал Конев, без которого была немыслима победа в Великой Отечественной войне. Мы это все дело пресекаем с нашей подачи. Не буду назвать название телеканала, но были удалены ряд порочащих нашу историю видео, заменено даже руководство одного телеканала, там сменили ряд продюсеров. Но, опять же, это делают всего несколько добровольцев. Кроме того, в нашем проекте, конечно, числится порядка 400 волонтеров, но фактически работают там около, по-моему, 20 человек, активных участников. С таким объемом работы мы, конечно, не справляемся, поскольку это вообще должна быть, на мой взгляд, такая всероссийская федеральная программа, которая целенаправленно будет с помощью при содействии государственных органов, при содействии психологов, лингвистов. Потому что требуется дорогостоящая экспертиза. Наш фонд, который, в общем-то, существует на наши частные какие-то взносы. Мы фактически, вот в этом году, кстати, впервые нас поддержал фонд президентских грантов и то по проекту «За чистый Крым». А проект «Защитим нашу Россию», который, кстати, в прошлом году с нашей подачи, я уверена, что с нашей подачи, потому что так как раз совпало, мы обратились в МИД, на Министерстве иностранных дел. Наши юристы-волонтеры подсчитали сумму возможных исковых требований от Российской Федерации к зарубежной прессе, к политикам, которые совершенно безнаказанно нас поливают помоями, можно сказать, грязью. Да, это информационная такая грязь, которую, в общем-то, надо все-таки призвать к ответственности этих лиц, которые считают, что можно безнаказанно оскорблять великую страну, 140 миллионов человек. Ведь государство – это не что-то абстрактное. Это территория с границами, это люди, ее населяющие, законно избранное правительство, да. И когда оскорбляют нашу страну, и вот мы посчитали, что примерно на 800 миллиардов долларов можно подать исков. Это примерная сумма, мы, естественно, не в силах охватить, чтобы привлекли студентов, юристов, лингвистов. У нас же каждый год выпускается 100 тысяч юристов, ну, товарищи. Пора бы уже монетизировать, да? Как раз-таки хотелось спросить у Артема, насколько сложно участвовать в этом проекте, либо, наоборот, несложно, и почему нужно начать участвовать на добровольных началах, я так понимаю, в этом проекте? Насчет сложности, здесь каждый, наверное, для себя найдет работу, которая его уровню соответствует. То есть кто-то анализирует контент, кто-то занимается его поиском, вот такого медиа-контента, который как раз противоправный в этой сфере. А кто-то уже по результатам этих исследований занимается подготовкой именно вот исков, заявлений каких-то. Распределяете работу, да? Да, конечно. То есть как в любом партизанском отряде, у каждой ячейки есть свои задачи, и они оперативно решаются. Ну, скажите, пожалуйста, какая-то внутренняя фильтрация имеется? То есть имеются ли люди, которые, да, определяют действительно, насколько вот радикально стоит воспринять то или иное высказывание или, возможно, шутку? Да, у нас есть, мы сотрудничаем, не буду называть фамилии этих героев, можно сказать, потому что это люди, которые выполняют ту работу, за которую они добровольно ее выполняют, профессионалы, которые делают нам экспертизы. Это люди высокого уровня, это профессора, это сотрудники разных органов правоохранительной системы, потому что им через нас проще защищать свою страну через собственные структуры. Так сложилось почему-то. И вот мы после того, как мы проведем экспертизу психолого-лингвистическую определенных, дальше мы уже обращаемся в правоохранительные органы. Конечно, не все так просто. Если взять уровень не только внутренней, да, вот этой информационной политики, но если взять международный, вот, например, в прошлом году, в апреле месяце, МИД Великобритании впервые за историю взаимоотношений между Россией и Великобританией удалил клеветнический твит по делу Скрипалей о российском происхождении новичка. Потому что мы обратились сначала в МИД с предложением, что вот у нас волонтеры, мы готовы составлять иски, проводить большую такую работу подготовительную для России, да, безвозмездно, как добровольцы. А уже, значит, Российская Федерация в праве требовать компенсации, да, со средств массовой информации, с конкретных политиков. Буквально мы подали вот это заявление в МИД, потом обратились к нашему послу, позвонили в Лондон, значит, попросили покупать прессу английскую, значит, и тут же буквально через три дня, в понедельник, в среду мы обратились, а в понедельник уже на следующей неделе сообщение по всей прессе, что МИД Великобритании удалил твит по делу Скрипалей. А почему? Потому что несколько партизан, значит, несколько недель потратили на то, чтобы подготовить это письмо и так далее. Нам сейчас нужны, конечно, опытные специалисты, которые помогут нам вот эту нашу инициативу, поскольку я считаю, это пока только инициатива. Мы еще не добились, никакой компенсации не можем добиться, потому что Российская Федерация в лице своих полномочных структур должна, в общем-то, на мой взгляд, поддержать нашу инициативу. Это же может стать третьим источником бюджета после нефти и газа. Понимаете, настолько оскорбляли за последнее время. Но давайте пока этот срок давности не истек. Спасибо вам большое. Да, не легко дело партизанам. Ну, все, начинается с малого, я хочу сказать. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма», и Артем Кожевников, волонтер проекта фонда «Доброволец юридического движения «Веселый партизан». Ну, а я в свою очередь хочу заметить, что действительно история мировая, ну просто невероятно масштабное и большое событие, которое считает свои дни, пожалуй, что с начала времен. Поэтому, конечно, дат знаменательных и событий было большое множество. Тех, что произошли конкретно этого числа, мы вам сейчас и покажем. Продолжение следует...